Внимание! Невероятно редкий шанс вернуться в прошлое. 14 декабря 2024 года в 18.00 по московскому времени на проекте WoW Circle свои врата распахнет новый игровой мир Battle for Zero с рейтами X5, на котором вас ждет. Постепенное открытие контента, начиная с обновления 8.0. Раскройте мотивы Сильвана Витрокрылой и положите конец древнему богу Зоту. Хорошая работоспособность с упором на контент БФА. Некоторые интересные модификации, к примеру, ПВЕ-спектатор. Если вы не застали это историческое дополнение, или скучаете по той атмосфере, что дарил вам Battle for Zero, то лучшего шанса вернуться, уже может и не появиться. Если вас заинтересовала игра на Battle for Zero, то бегом по ссылке в описании. Если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Прошел целый месяц с того момента, как началась годовщина WoW, и на протяжении этого месяца периодически я делал видосики, где мы делали квесты и вылутывали различные ящики. Ящики дают нам жетоны, также мы получаем ачивочки. В целом это все полезно. В этом видосике я собрал все ящики вместе. 11 ящиков. Все это будет пролутано, все это будет вылутано, и мы получим ачивы. Ачивы нам нужны для того, чтобы дальше взаимодействовать, дальше собирать зеленый мотоцикл. Поэтому все-все-все абсолютно делаем. Приятного вам просмотра! Помимо заданий появились ящики, которые разбросаны по разным локациям. Первая локация, которую можно посетить, это пустоши. В пустошах находится сундучок, и чтобы его лутануть, нужно быть духом. Взлетаем, умираем, лутаем. Далее мы сдаем этот ящик на зону празднования. Там мы получим два жетончика за этот сданный ящик. Жетоны нам нужны для покупки сета, маунта, питомца. Второй ящик находится в ракушке. Ракушка находится в зандаларе. Будет идеально, если у вас имеется телепорт к подземелью, например, от Алдазар или Гробница Королей. После телепортации или после того, как вы попали в этот зандалар, плывем к этой ракушке. Внизу будет бар. Там мы покупаем предмет под названием Копатель Моллюсков. Этот Копатель Моллюсков мы предлагаем ракушке. Ракушка открывается, и мы вылупим этот ящик. Третий ящик находится рядом с Каражаном. Идеально будет, если вы тэпнете сюда кольцом, или у вас имеется портал за прохождение ключиков таймер. Тэпаемся, летим, используем колечко, и спускаемся в самую-самую низушку. Лезем в эти катакомбы, в самую глубокую точку. Пробегаем. Юзаем льдистый путь, как вариант, если вы не хотите плавать. Бежим-бежим, бежим-бежим. И в самой дальней точке этих катакомб будет находиться ящик. Получение четвертого ящика является двухэтапным. Первый этап. Нам нужно прилететь тысячу игл, и в подземной пещерке, которая затоплена, вылупить бумажку. Эта бумажка позволит нам в Ассуне, рядом с Далараном, купить у бродячего торговца ящик. После того, как мы полутали бумажку, переносимся в Даларан, летим в Ассуну, и у этого бродячего торговца за 500 золотых монет покупаем ящик. Для пятого ящика абсолютно ничего не нужно искать. Мы летим в Нордскол, летим на стык седых холмов и ревущего фьорда. Рядом с пещерой, рядом с камушками будет находиться пятый ящик. Находится он недалеко, нам не нужно даже менять локацию, все находится рядом. Тысячу метров пролетаем, спускаемся под воду, можно юзнуть какого-нибудь водного маута, чтобы быстрее перемещаться. И за кроватью будет находиться ящик. Я специально замерил этот момент, чтобы вы все увидели. Ящик подсвечивается при наведении на него, шестеренка сразу появляется, и можно все увидеть. Вылутываем, сдаем, получаем жетоны. Седьмой ящик находится в Хиджале, под батутом. Рядом с этим батутом, скажу я правильно помню, делался раньше квест, нужно было помочь медвежатам. Сейчас под этим батутом мы забираем ящик. Никуда не телепортируемся, разворачиваемся, летим наверхушку ясневого леса, наверхушку горы. Там будет находиться баф. Баф будет на нас висеть полчаса, и с помощью этого положительного эффекта мы можем увидеть восьмой ящик. Сам по себе восьмой этот ящик находится в забытом городе. Летим туда. Мы не имеем права телепортироваться, иначе баф с нас сбросится. Прилетаем в забытый город, и... Ищем сундучок, ищем ящичек, вылутываем его. Девятый ящик находится в награндском БКшном кристалле Уршугун. Тэпаемся в шатрат, летим в награнд, и летим в этот кристаллик. Заходим внутрь, пробегаем немножко, и забираем ящик. Отправляемся в нижнюю часть Калимдора. Нам нужен анкераж, павшее королевство. Не нужно заходить именно в рейд, нам нужно зайти в пещерку, которая находится с краешку. Летим, заходим, спускаемся пониже, и призываем питомца. Нам нужна любая собачка, карликовый пугель, я думаю он умеется у всех. Призываем его рядом с костяшками, и появится скелет. Уилтов его мы получим предмет Таинственные Кости. После этого отправляемся в Легион. Нам нужно прилететь в Штормхейм, к могиле, и там провзаимодействуем, получим ящик. Финальный одиннадцатый ящик находится в темных землях, в Малдраксусе. Летим к Примасу, на эту постройку Кавинанскую. Залетаем в верхушку, вылутываем ящик, сдаем, и вылутываем достижения. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.